Саша Чёрный Зелёные стихи Зеленеют все опушки Зеленеет пруд А зелёные лягушки Песенку поют Ёлка сноб зелёных свечек Мох зелёный пол И зелёненький кузнечик Песенку завёл Над зелёной крышей дома Спит зелёный дуб Два зелёненькие гнома Сели между труб И сорвав зелёный листик Шепчет младший гном Видишь, рыжий гимназистик Ходит под окном А чего он не зелёный Май теперь ведь май Старший гном зевает Шо на циц не приставай Глаз До войны дедушка работал На Брянском машиностроительном заводе И, соответственно, участвовал В постройке бронепоезда Одного из первых бронепоездов За что имеет награду Затем он был призван на войну И так случилось Что дома осталась жена и ребёнок В первый же год войны он получает письмо О том, что в его дом попала авиационная бомба И жена погибла Пишут ему соседи, которые забрали девочку Сказали, что девочка с ними, что всё в порядке И чтобы он служил не волновался Так что дед с первых дней войны Знает, что жены у него уже больше нет Он проходит почти всю войну Вплоть до взятия Кёнигсберга Из курьёзных случаев Дедушка не умел плавать И при форсировании Днепра В полном обмундировании С полной выкладкой С вооружением Ему пришлось в одночасье научиться плавать Вот Под Кёнигсберг он получает серьёзнейшее ранение Это осколок мины Попавший ему в ногу Вот Выхаживает его бабушка Вот Притом, пока дедушка восстанавливает силу Он дошёл практически до конца войны И тут осталось всего ничего Бабушка съездила в его родной город И забрала девочку Которой впоследствии она была мачехой Вот И уже во время войны Рождается моя мать Вот, собственно, вся история Сколько тебе было лет, когда дедушка умер? Мне было 6 лет Дедушка умер за несколько дней До того, как я пошёл в школу В первый класс При том, что как раз Его мечта не сбылась Он хотел меня отвезти в первый класс Этого не случилось А как ему с ногой что произошло? Ну, в те времена С теми лекарствами Восстановить ногу было практически нереально Так что предполагалось её ампутировать Но бабушка Которая врач по образованию Которая прошла всю войну В конном госпитале Нашла способ Обратившись к средствам народной медицины Мелко перемолотая скорлупа Яичная Это источник кальция Вот Собственно, благодаря этому нехитрому методу Удалось срастить кости Правда, это вызвало некоторый побочный эффект Проблемы с кочком в дальнейшей жизни Потому что всё-таки это не лекарство Это народная медицина Так, а бабушка Не надо никуда лететь Ну что, для меня вообще Существует только два праздника в году Новый год и 9 мая Таких вот неформальных Которые я действительно праздную Ну а 9 мая И всё, что с этим праздником связано Конечно, связано с моим отцом Пьянковым Александром Петровичем Героем Советского Союза Лётчиком-истребителем Который начал свою войну В 1939 году на Холхенголе А Великую Отечественную войну Он закончил в октябре 1941 года Потому что был сбит И тяжело очень ранен Весь остаток войны провёл в госпиталях Но самое яркое его воспоминание Которое осталось у меня Про Отечественную войну Это вот движение беженцев От фронта в тыл Значит, отец со своим шофёром Ехал в сторону фронта Беженцы шли ему навстречу И вот папа увидел На обочине дороги сидящую женщину Прижимающую к груди Двух своих детей Мальчика и девочка Примерно год и полтора года возрастом Ну, папа остановился Хотел подвезти Может быть, куда-то Или как-то помочь этой женщине Но быстро понял, что дети мертвы Женщина прижимает к груди Мёртвых своих детей Причём папа Ну, поскольку опытный человек Военный Он понял, что дети были убиты Одним снарядом А накануне был Вот незадолго За несколько минут до этого эпизода Налетели немецкие самолёты И расстреливали беженцев Дорогу расстреливали Всё, что там двигалось Всё было движущиеся мишени Ну, и женщина, конечно Прижала к груди Этих своих мёртвых детей Так, что Папа не смог не оторвать их Никак помочь этой женщине не смог Так и остался Оставил их на дороге Вот эти два воспоминания Вот эта вот Война, как я себе её представляю Это страх Это ужас Но что самое удивительное Это то, что Отец считал Эти годы Проведшие вот В этой Ну, с моей точки зрения Просто невыносимой Ужасной Эмоционально Психически Как угодно Ситуации Он считал это Одними из самых Счастливых лет Своих Своей жизни Ни до, ни после Ни ничего подобного Никаких по силе Подобных эмоций Переживаний Каких-то Он не испытывал Как он мне говорил Вот что такое для меня Девятый май Вот что такое для меня Война Скажите про вашего мужа Как он воевал Как он воевал Он хорошо воевал Он много наград имел Вот Ну, как он там воевал Он был молодой, конечно Офицер Лейтенант Когда война Началась Даже Он как раз Только Нет В 42-м году Он закончил Война в 41-м началась Ну да В 42-м году Он закончил 10 классов И его Забрали В военное училище В этом Пехотный Он в общем Пехотинец был Закончил Он это училище Было ему Конечно 19 лет 18 лет И его Отправили на фронт Ну, он был Сокремно говоря Очень тяжело ранен Даже Хотели ему Ампутировать ногу А потом Боялись Что может быть Гангрена Ну, тут Увидели Молодой Симпатичный Офицер И говорит Надо подождать До утра Если, значит Может приостановится Тогда не будем Ампутировать ногу Ну, так и получилось А потом Его, значит Отправили в госпиталь И он целый год По госпиталям Лежал И все такое Вот так И тут Забрали Моего брата Родного Который Был Врачом И отправили На фронт И он нам Только месяц Писал И через месяц Он как раз На киевском направлении Был А там, говорят Ужасные были бои И все такое Он погиб Пришло извещение Что он пропал без вести Вот так Я потом Еще было Я делала запрос Мне сказали Что он Есть сведения Считать его погибшим В начале В Значит В сентябре В сентябре Или в августе Я уж не помню 41-го года Так что он Очень мало Воевал Но он Был В прифронтовом госпитале Врач-хирург Молодой Только закончил институт Вот так Это было ужасно Конечно Трагедия Стратная была Для моих родителей Для всех нас Конечно Вот так А из братьев Или близких родственников Кто-нибудь еще воевал А как же Ну братьев у меня Больше не было У меня был один Саша Брат Вот А еще двоюродный брат У меня был Сергей Который Тоже погиб А тот погиб Ну тот был В общем-то Он был военным Он кончал Я не знаю Училище Или академию Я не знаю Что он кончал Накодился Он был в этом Как этот город В Белосток В Белостоке Он находился Ну А Он летчиком был Вот Он находился В Белостоке А ведь война Когда началась Стали бомбить Сразу этот Белосток Ну он там Сразу и погиб Вот так А так Дядя мой Ну он уже был в возрасте Его забрали А потом До Киева Он доехал А потом Их обратно Вернули И он возмущался Почему Он уже Старый вояк И все такое А что молодежь Они еще ничего не знают Это вообще ужасно Он Вообще Такой был Кавалерист Это я помню Ну А так Больше не было Больше не было А все остальные Там уже старики И прочее Их не брали Конечно Было очень тяжело Да вон Возьми Ленинград Там же блокада была Люди Умирали С голоду Ну У нас Не было такого Но У нас тоже было плохо С питанием Тоже было Не было продуктов И все такое Ну люди жили Как-то Вот так Добрый день Я хочу рассказать О двух своих дедах Воевавших В Великой Отечественной войне Дед По материнской линии Бахорин Василий Николаевич Был Морским офицером На Северном флоте Служил Он 22-го года рождения И в 39-м году Поступил В училище Фрунзе В Петербурге В принципе Выпуск до него И выпуск После него Из этого училища Попали напрямую На передовую При обороне Ленинграда И В пехоте Все погибли Его выпуск Спасло то Что в его группе Учился племянник Одного из преподавателей Этого училища Который Наверное Решил Спасти Своего племянника И Руководству Доложил Что Что же мы делаем Практически готовые Кадровые офицеры Морские Попадут на передовую Погибнут Так тоже У нас собственно Будут управлять И служить на кораблях В качестве офицеров Поэтому Буквально За несколько За неделю Или там За пару недель Их курсы Из Петербурга Вывезли И блокада Как раз Замкнулась Доучивали их Уже В Баку И На фронт Он попал В 43-м году Попал Соответственно На Северный флот Где служил Штурманом На тральщике Сопровождал Конвои Ленд-Лизовские Вот эти Известные Пикью До определенного момента Ну До определенной точки Эти конвои Сопровождали Флота Американцев И Англичан А после Определенной точки Их значит Встречали И провожали Уже Силы Северного флота Вот Дед Дважды Был торпедирован Один раз Достаточно Быстро Его выловили И Он продолжил Службу А вот Второй раз Конвой Атаковал Немецкоподводная Лодка И По одному Из транспортов Выпустила Торпеду Так как Конвой Должен был Быть защищен В любом случае Капитан Вот этого Тральщика Подставил Свой тральщик Под торпеду Дабы Судно Везущее Там Десятки тысяч Тон Нужных Вооружений И прочего Было спасено Соответственно Этот тральщик Разворотил Пополам Все Кто выжил Оказались В воде А что еще Важное Конвой Не имел права Просто Строжащим Было запрещено Останавливаться И подбирать Попавших В воду Людей Главная Цель была Доставить Конвой Это Все Жертвы И Возможно Возможно Люди Которых Еще Можно было Спасти Их Можно было То есть Запрещено Было Поднимать Тут Деду Повезло Второй раз Наверное Можно сказать На одном Из эсминцев Тоже Входившем В этот Конвой Капитаном Погибали Уже даже Не от взрыва Которые Которые Были Накрыты Досками И вот Этих Вытащенных Из воды Людей Их Просто Клали На эти Доски Вливали В них Чистый Спирт Растирали Им Но Все равно Из-за Переохлаждения Из-за Этих Десяти Человек Живых Осталось Только Трое Вот В том Числе Мой Дед Который Получил В результате Этого Жесткую Контузию Не мог Ходить Практически До конца Войны Ну и До конца Жизни У него Руки Были Пальцы Некоторые Скрюченные Он их Не мог Разгибать Никак Скажи Пожалуйста Вардов Почему ты Лысый Это Не Это Как Одна Из Версий Второй Мой Дед Он Подсовской Линии Зубов Константин Николаевич Был Призван В городе Баку Он Воевал Зенитчиком Тогда Еще Войск ПВО Не было Так как Баку Был Город Стратегического Назначения Практически Вся Нефть Советского Союза Для всех Танков Самолетов Кораблей Вся Шла Из Баку Именно Поэтому Такие Яростные Бои Были За Кавказ За Сталинград За Волгу Немцы Рвались На Кавказ Через Сталинград Дабы Отрезать Обеспечение Нефтью Советскому Союзу Тогда Было бы В общем-то В войне Все решено Дед Рассказывал Достаточно Много Забавных Порой Грустных И Тяжелых Историй Про Войну Некоторые Я Помню Была Например Одна Забавная История С капитаном Другого Кральщика Его знакомым К сожалению Не помню Как его зовут Помню Только что Дед Рассказывал Что Это был Грузин Видимо Он к службе Немного Относился С Кавказским Темпераметром Так вот Однажды С ним Произошел Случай Он Патрулируя Акваторию Которому Было Положено Увидел Плавающую Мину Вообще По инструкции Мину Надо было Расстрелять Сразу Так как Она Создает Угрозу Известную Но Он Почему-то Решил Ее Выловить И Осуществил Это Выловил И К себе Набор Таральщика Поднял И Радиограмма Посылает Значит На базу Что Вот Поймал Мину Такой Там Марки Написанной На ней Ему Из центра Соответственно Сразу Приходит Обратно Радиограмма Мы что Сошли С ума Зачем Выловили Мину Немедленно Ее Расстреляете Положено Создаете Угрозу Своему Кораблю Вдруг Она Взорвется В любой Момент Получил Радиограмму Сбросил Ее За борт И Расстрелял Приходит В порт А ему Его Пропесочивают Второй Раз Оказывается Мина была Какая-то Секретная Еще Новая Немецкая Разработка И его Уже На базе Ждали С этой Миной Чтобы Мину Соответственно Разобрать Посмотреть Какие-то Секреты Узнать Два Раза Попал Под горячую Руку Начальство За одной Мины Был Случай С дедом Когда Уже После Войны По Мирному Договору Оставшиеся Германии Суда Военные Были поделены Между Странными Участниками Коалиции Какая-то Часть судов Досталась Советскому Союзу Эти Суда Надо было Переправлять В Советский Союз Соответственно В Ленинград А делалось Это Следующим Образом Команда Вся Оставалась Старая То есть Вот эти Немцы Которые Частью Были Фашисты Может быть Даже Частью Были Просто Кадровые Офицеры Моряки Без Какой-то Идеологической Составляющей Идеи В головах Часть Просто Моряки Обычные Может быть Даже С деревень Не шибко Разбирающиеся В политике Или В идеологии Просто Матросы А Такие Суда Которые Надо было Переправлять В Советский Союз Назначали Одного Офицера Советского Который И должен был Контролировать Транспортировку Своим ходом Этого Судна В общем-то Это было Достаточно Опасно У Деда Было Полное Ощущение Что Этой Команде Ничего Не стоит Потому Что Это Боевой Корабль Там Сотни Немцев Которые Еще Пару Месяцев Назад Воевали С нами Во всем Что Им стоило Сбросить За борт Пристрелить И уйти В какой-нибудь Нейтральный Порт Но Он даже Первые две ночи Не спал Как он Рассказывал Но Выяснилось Что У немцев Есть такая Странная Черта Если Они Подписали Мирный Договор То есть Все Сдались Они Считали Что Их Обязанность Это Следовать Предписаниям Потому Что Их Государство На себя Приняло Поражение Они Без Ссяких Эссессов Дошли До Санкт-Петербурга И тогда Ленинграда Корабль Передали В состав Флота Советского Союза А Эти Немцы Отправились Соответственно Восстанавливать Разрушенное Народное Хозяйство Или Там Жилые Дома В Советском Союзе То есть В принципе У них Были все Возможности Сделать То что Я Описал Но Они Поступили В какой-то Мере Можно сказать Порядочно Хотя Ожидать От этого От них Не Приходилось То есть Люди В принципе Были Разные По Обе Стороны Окопов Еще Был Интересный Случай Может быть Не С В В В В В Советско-финскую Войну Тогда Он Еще Был Курсантом Их Часть Направили Под Выборг Выборг Тогда Был Только Занят Советскими Войсками Он До этого Принадлежал Финляндии И Чтобы Контролировать Территорию На Все Территории Вводились Воинские Подразделения В частности В Какую-то Маленькую Деревеньку И Их Курсантов Направили Там Правда Никого Уже Не было Все Финны Убежали В Финляндию Все Побросав Они Распортировались В школе Школа По Рассказам Деда Она Была На удивление Хороша Как В Москве Таких Не было То есть Полностью Оборудованный Математический Класс Физический Химический Но Их Больше всего Привлек Биологический Класс Потому Что Там Был Огромный Большой Аквариум В котором Был Спирт И Внутри Этого Аквариума Плавал Заспиртованный Крокодил В общем Они Расквартировались Легли спать Утром Просыпаются Нет Ни спирта Ни крокодила Куда Делось Выснить Не удалось Выпили Может быть Крокодил Был съедет Даже Давай Павтору Тогда Давай Значит Второй Мой дед Зубов Константин Николаевич Был Призван На службу В Баку Попал В зенитные Войска Так как Город Баку Был гордым Стратегическим Практически Вся нефть Советского Союза Добывалась И поставлялась Оттуда Без нефти Значит Ни танки Ни самолеты Был Ни ездили Ни летали Корабли Был Не могли Ходить В общем Случить Что Сбаку Будь он Захвачен Немцами То В войне Был бы Решающий Перелом Не в нашу пользу Случился бы В общем Служба у него Была Ответственная Хотя И не на передовой Дед Вася Который был Моряком После того Торпедирования Он довольно Долго провалялся В госпитале Когда вышел Ходил он только На костылях Его вызвали Вроде как На вручение Ордена Красного Знамени Штаг Но так как Его корабль Затонул А у него На корабле Собственно Было все И все его документы Там и паспорты Свидетельства о рождении И прочее И все его Амуниция И одежда Китель его Там И парадный И в общем Все Все утонуло Не было просто Никакой у него одежды Кроме рабочей спецовки Собственно В которую Он и пошел В штаб Так как Был приказ Ему явиться Там же Его Увидели В таком Облачении Наши доблестные Туловые крысы Работники Порторганизации Портработники Сделали ему Втык За то Что он не по форме Одет Ордена лишили И чуть ли даже Не понизили Звание За то Что явился Не одетым По форме У нас Перегибы Тоже Случались Поэтому Впоследствии Дед очень сильно Не любил Портработников За что И второй раз Пострадал От них Уже Служа На Каспийской Флотилии После войны Произошел Случай Что Мать моя Ей было Пять лет Она какую-то Банку из окна Выбросила Или Просто толкнула Ее Она стояла На подоконнике Эту банку Упала где-то рядом Или даже Не рядом Но В пределах Видимости Какого-то Портработника Который по улице Проходил Он значит С криками Прибежал А он увидел Деда почему-то В окне Ну видимо Дед в этот момент Как раз Мать отгонял От окна Он решил Что это Он значит Кидается из окна Банками Что может быть Даже в него Что значит Может быть На советскую власть Произошло В какой-то степени Покушение Он значит Прибежал Ругаться С дедом А так как Дед был Характера сурового И вот этого Все Тыловую Братью Не любил Он его просто Спустил с лестницы Так что тут Пролетел Пару пролетов Ну и На следующий день У него Соответственно Вместо повышения Которое Опять же Уже в этот момент Из центра Пришло Его наоборот Понизили в звании И уволили Из флота А так как Тогда еще было Массовое сокращение Это вот Хрущевское В вооруженных силах Офицерское состав А то Восстановиться Ему уже не удалось И дальше Он Моряком Капитаном корабля Уже На гражданском Флоте Служил Вот А второй дед Который Зенитчик У него руки Были золотые Он в доме Всю мебель Сделал Мог вообще Все что угодно Сделать Он для Своей зенитной Пушки Какой-то После войны Даже сделал Изобретение Улучшение На что Ему даже Дали премию Какую-то Инновацию Он там Внес Ну что Цель Показатель Какой-то Не знаю Ничего Не случится